Как интересно! Ой, не могу! Ой, ребятки! Ой, ребятки! Любопытство разбирает! Приветствуем всех, кого распирает, а может и вдохновляет, любопытство. С вами Светлана Васильева и Елена Яковлева. Здравствуйте! Приглашаем всех в мир книг и развлечений любопыт. Место, где всегда готовы предложить массу полезного и интересного. Любопытство разбирает! Ну и для начала хорошая новость. Мир книг и развлечений любопыт стал партнером нашего проекта «Новогодний марафон». Елена, расскажи об этом поподробнее. Как это случилось и почему именно любопыт? Ну, дело в том, что главные герои нашего марафона – это, конечно, дети нашего проекта. И в этом нашем проекте, утреннем, да, мы идем в утреннем эфире на Радио России. В нем есть такой творческий конкурс, который является рубрикой. Называется он «Голос из-под елки». Голоса наших детей уже звучат по всей области, по регионам. Дети присылают нам видео со своими стихотворениями, песенками. И, собственно, жюри нашего конкурса определяет лучше. Ну и в этом году мы подумали, почему бы, раз конкурс у нас творческий, поэтический по большей части, да, мы бы хотели какие-то подарки для детей, наградить их чем-то таким и полезным, и интересным, и связанным вот с литературой. Ну и само по себе стало как-то понятно, что лучший подарок, наверное, для победителей, для финалистов – это книги. Вот. И, собственно, мне вот пришло в голову именно за этим и обратиться к нашим теперь же партнерам, миру книг и развлечений любопыт. Надеюсь, мы сегодня услышим участников конкурса, девчонок и мальчишек, которые рассказывают стихотворение. Вот скажи, пожалуйста, Лен, у тебя ведь, насколько я знаю, тоже есть маленькая дочка. Она новогодний стишок Деда Мороза уже подготовила? Ну, конечно, подготовила. И ты знаешь, я в этом году подошла так немножко неформально к стихотворению, к выбору стихотворения, потому что выбираю все равно пока что я, потому что ей шесть. Вот. И мы решили выбрать все стихи Роберта Рождественского. А до этого я, собственно, и побывала в любопытии, обратилась туда. Может быть, думала, мне что-то такое вдохновит, навеет. Подсказали или сама так придумала? Ты знаешь, я это придумала сама, но вот в мире книг и развлечений и любопыток я видела огромное количество детской литературы, и где поэзию выбрать или какое-то стихотворение новогоднее вообще никакого труда не составит. Мне подвели к огромному стеллажу, где буквально в ассортименте представлено. От совершенно каких-то небольших книжечек, которые можно читать, как вне классное чтение для детей, или как вот на ночь с мамой там почитать стихи оттуда, какие-то песенки, потешки я даже видела, какие-то, знаешь, шуточки такие маленькие совершенно тоже. Это все можно выучить на Новый год. Так вкусно рассказываешь. Признаюсь, в моем детстве такого разнообразия, конечно, не было. Помню, была такая толстая книжка, красная одна, русские народные сказки. Афанасиева? Афанасиева. Совершенно верно. То есть все мы выросли изначально на Афанасиеве. Лен, предлагаю прямо сейчас послушать одну из участниц вашего новогоднего марафона, а в частности, Глазычева Василису. Ей всего семь лет, но она прочитает удивительно красивое новогоднее стихотворение. Сергей Козлов, снежинки. За окошком вьюга, за окошком тьма, Пядя друг на друга спят снегу дома, А снежинки кружатся все им нипочем. В легких платьях с кружицом, с голеньким плечом. Медвежонок брюшевый спит в углу своем, И в пол уха с лошей вьюга за окном. Старая седая, с ледяной клюкой, В юга ковыляет бабой егой, А снежинки кружатся все им нипочем. В легких платьях с кружицом, с голеньким плечом. Тоненькие ножки, мягкие сапожки, Белый башвачок, звонкий каблучок. Мы благодарим Василису за то, что она, во-первых, принимает участие в нашем конкурсе «Голос из-под елки», партнером которого нашего проекта является «Мир книг и развлечений любопытств». И Василиса замечательно выучила стихотворение, еще песенку, кстати, она выучила. Кстати, очень жалко, что здесь на радио мы не можем показать картинки, потому что дети присылают видео. Я, честно говоря, сегодня часа полтора потратила на то, чтобы их пересмотреть, и не переставала умиляться и радоваться вот той искренности, которая от детей видит вот именно в таком возрасте 5-6-7 лет где-то. Кстати, радиослушатели могут ведь наверняка тоже посмотреть эти видео? Да, конечно. Они размещены у нас в альбоме, в видеозаписи в группе «Радио России Псков». И там в жюлье нашего конкурса оно будет оценивать участников. Там и по артистизму, и костюмы, и оформление интерьера, как возле елочки, не возле елочки, может быть, как на улице на зимний. Может быть, даже родители как-то умудрялись записывать видео в каких-то совершенно локациях, как в мультике буквально. Вот, например, Василиса Глазычева, она вот песенку пела на фоне порхающих снежинок таких. Тогда расскажи мне про Сергеева Дмитрия, которому он целых 5 лет. Ну, вот Дима Сергеев, насколько я понимаю, его заявка пришла от детского садика, по-моему, номер 47 Псковского. И он читает стихотворение Юлии Камышевой. Оно называется «Шары». Давай послушаем. По улице Снежной, вступая неловко, Шел шар из одежек по имени Вовка, С натугой тянул непослушные сани, А ехал из них шарик по имени Таня. Когда наконец добрались до горы, «Привет!» им сказали другие шары. Мороз все крепчал, Но шары не сдавались, На гору сбирались И под гору мчались. Ведь так характерно для зимней поры, Чтобы с горки в салазках катились шары. Мы Диму Сергееву благодарим. Кстати, мне кажется, он участвовал и в прошлом году. И знаешь, это еще какая интересная деталь. Мне очень нравится, что детки из прошлого нашего голоса Под елки, они перешли в этот наш. И я вот как бы вижу все эти стихи, И вижу рост детей, как они выросли, Как они изменились, Как они повзрослели немножко. Вот это замечательно. Ну вот дети, которые, может быть, Нас сейчас слышат, Но еще не определились с выбором Подарка для Деда Мороза. Это, как известно, что-то творческое должно быть. Кроме книг в любопытии, Вот что тебе еще понравилось, Что зацепило? Ну вот, например, если связано с Новым годом, То там достаточно большой выбор, Как сказать, Ну сейчас уже, может быть, немножко поздно, Но, впрочем, не поздно. Писем Деду Морозу. Там можно купить такую вот открыточку, да, Такую. И там уже готовый текст. Там не готовый текст, Но там вот оформление картинки, И вот туда ребенок может написать, Что он хочет, куда он хочет, Адрес там уже есть, То есть можно отправить. Вот такая игра забавная перед Новым годом, Почему маме с ребенком не сыграть в это, Там, в холодильник не отправить. Елена, а вы с дочкой писали письмо Деду Морозу? Да, мне вот в этом году дочь как-то наотрез отказывалась писать письмо, Она говорит, что Дед Мороз вот так знает, И все такое прочее. Вот тут, да, ситуация, Попробуй из ребенка выводи, Что Дед Мороз должен знать. Но мы написали письмо, Положили в морозилку. Вот. И, кстати, знаешь, Дед Мороз подумал и решил принести моей дочери книги. Из любопытта, я так подозреваю. Из любопытта, да, конечно. Я выбрала большой сборник о мумитролях. Мы читали одну сказку, которая связана с зимой, да, Зима в мумидолине. Сейчас такое читать и приятно, и красиво, И герои эти такие милые, Они сейчас везде очень популярны. Вот. Мне кажется, для детей, в принципе, Вот эти истории, Они могут быть интересны, И вот по возрасту тоже хорошо. Там 5, 6, 9 лет, нормально. Вот. И я решила взять такой большой сборник. И второй сборник я взяла новогодние сказки такие. Но сказки, ты знаешь, Не вот из нашего детства, Там Морозка, Два мороза. Они чуть посовременнее. Это тоже классно. Ну, кто там герои тогда могут быть? Это какие-то коты какие-то, Какие-то собачки. Чеширские? Ну, что-то такое. Я так полистала немножко. Ну, вот какие-то сказочные персонажи, Но не из советского прошлого, Которые тоже, безусловно, хорошие. Вот. И что мне еще очень нравится, Вот любопытство. Там ходишь между полками, И ты много для себя открываешь. Вот. Ты думаешь, что это за герои, Что они несут. А начинаешь учитываться, И там прямо детектив для шестилетки. Это прикольно. Детектив для шестилетки. Звучит неожиданно. Да, да, да. Там какие-то расследования, Какие-то еще куда-то идут. И написано в книжках и просто, и ярко, И для детей доступно, И для первого чтения тоже хорошо. И тоже целая огромная полка, Стеллаж такой большой. Там все вот в порядке просто. А у твоей дочки есть любимая книжка? Слушай, нам нравился один такой персонаж. Он тоже, кстати, любопытный. Я видела на полках. Называется Котенок Шмяк. Котенок Шмяк. Котенок Шмяк. Да, Кота Шмяк мы его называем. Вот. И с ним, значит, случаются разные истории. Ну, естественно, все они нацелены На такой воспитательный мотив. Там, например, в семье появляется новый малыш. Котенок Шмяк и новый малыш. Котенок Шмяк идет в школу. Котенок Шмяк выступает на звезда рок-н-ролла, Как-то он так называется. На аттракционах, на фабрике мороженого. И вот он попадает в такие ситуации, Которые немножко можно параллели провести. Вот там с дружбой, с любовью, С первой связанной какие-то даже. Почему бы и нет. То есть твоя дочка себя ассоциировала С этим самым котенком Шмяком. Ну, какие-то, знаешь, со своими друзьями. Да, вот поведение. Как вести себя в разных ситуациях. Как обращаться там с мамой, с папой, Там с младшими братьями. Мне кажется, вообще надо быть открытыми Каким-то новым героем. Это не всегда плохо. Вот как мы со скепсисом таким привыкли относиться. Ну, иногда, да, бывает такое, Но современность иногда удивляет в лучшую сторону. Ну, это, да. И вот в любопытстве представлено в огромном количестве. Мне вот что нравится. Там весь магазин, он книгами буквально заставлен. До потолка причем. Да. Такое изобилие, да, меня тоже восхитело, Потому что эта стена стеклянная, прозрачная до потолка, И уходящая в глубину вот эти стеллажи, Заставлены всякой сячиной, Не напоминает фрагменты из каких-то рождественских комедий, Фильмов таких. Вот добрых, сказочных, где есть такая лавка, Дядюшке там какого-то, к которому приходят все дети, И он такой, как новогодний волшебник для них до всех. И там стоишь, листаешь, листаешь, Это без конца, вот это тоже здорово. Ну вот, что такое Новый год для современных детей? Давай расскажут Осинина Мира и Кистополов Кирилл. Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут, Белки шишек не грызут, Зайцы рядом с волком На колючей елке. Дождик тоже не постой, В Новый год он золотой, Блещет, что есть мочи, Никого не мочит, Даже Дедушка Мороз Никому не щиплет нос. Ну что ж, какие замечательные дети, Какие замечательные стихотворения. Конечно, они достойны подарков в первую очередь. Да, безусловно. Я думаю, что жюри оценит их, И 30 декабря мы подведем в прямом эфире Итоги нашего конкурса «Голос из-под елки». Слушайте нас, пожалуйста, утром. Любопытство разбирает. Ну и хочу напомнить, что сегодня, как и всегда, Миру развлечений и книг любопыт Готов дарить посетителям радостные моменты И интересные встречи. Ну а вам мы желаем, дорогие радиослушатели, Побольше хороших историй в новом году, Побольше читать книг вместе со своими детьми И просто сами по себе. И встретимся в любопытии в мире книг и развлечений. Все, что надо, всегда есть в любопытии. Приходите, не пожалеете. С Новым годом! Как только появился я читателем, я стараюсь, Читала книжки, мама мне, мне папа их читал. Не просто так, не просто так страницы книг листать, А чтобы я и чтобы ты сумел читайкой стать. А чтобы я и чтобы ты сумел читайкой стать. Я от родителей своих решил не отставать, Брал в руки книги и меня читайкой стали звать. Не просто так, не просто так страницы книг листать, А чтобы я и чтобы ты сумел читайкой стать. А чтобы я и чтобы ты сумел читайкой стать. Все буквы, зная на зубок, взял и сложил в слова, И книга стала о себе рассказывать сама. Не просто так, не просто так страницы книг листать, А чтобы я и чтобы ты сумел читайкой стать. А чтобы я и чтобы ты сумел читайкой стать. Чтоб лучше быть, чтоб больше знать, Ты книгу почитай, ее как друга каждый день, Ты к сердцу прижимай. Не просто так, не просто так страницы книг листать, А чтобы я и чтобы ты сумел читайкой стать. Циталька. Читайка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok